Сегодня городские жители не могут представить своей повседневной жизни без мобильных телефонов, электроники и прочих гаджетов. Однако здесь, в деревне Туруках, усть-Курского района, вот такие раритеты по-прежнему актуальны. Электричество здесь на вроде большой роскоши. Когда я приехал, здесь свет был 20 часов в сутки, дизеля работали. А сейчас, ну и мы привыкли. Лично меня как-то скота жалко в темноте сидят. В Туруку Юрий Жигалов переехал более 20 лет назад. Рассказывает, без перебоев электропитание работало недолго. В годы перестройки село начало чахнуть, а вместе с ним затихли и дизель-генераторы, дававшие свет в дома. Вот и беспокоится с тех пор пенсионер за свое подсобное хозяйство. Коров, телят и куриц. Ухаживать за ними, по словам Юрия, без света крайне тяжело. У нас года с моей женой, с супругой. Мы же устаем уже. Понимаете, утром встаете. У меня вот сейчас 6, считай, голов. Пока им дашь сено, пока их накормишь, подпойло, пока водички подогреть. В последнее время, по словам местных жителей, цивилизация все же стала заглядывать в деревню. Правда, пока только на 4 часа в сутки. Администрация Ость-Кута нашла деньги в бюджете на ремонт старого генератора. И теперь днем 4 часа у сельчан есть повод попользоваться выцвевшими от времени выключателями. Однако жителям хотелось бы иметь постоянное электроснабжение. Мы мечтаем, и давно уже об этом, что постоянно проведут свет. Только я уже 20 лет здесь живу, и 20 лет мы мечтаем, что будет свет. Ну, по-моему, доживем, может быть, а может и не доживем. Чудо, которого ждет вся Турука. Эти электрические столбы появились в деревне и на пути в нее прошлой осенью. Долгожданное электричество преодолело более 5 километров, прежде чем попасть в населенный пункт. Сейчас электросети уже под напряжением, так называемым охранным. Это, по словам энергетиков, сделано для того, чтобы провода не украли. Работы по строительству электросети растянулись на несколько лет. В 2008 году администрации городского поселения было принято решение о проектировании линии ВЛ-6 кВт на деревню Турука. Работы были начаты. По 2011 год проводились работы по согласованию с различными федеральными ведомствами, фондами. Это вопросы, связанные с землей, с использованием данных земельных участков и прочие вещи. Как говорят проектировщики, самым сложным стал участок через реку Лену, длиной в 430 метров. Если зимой в деревню можно попасть по зимнику, то в летние месяцы Турука доступна только с помощью одной паромной переправы. Это обстоятельство и затянуло окончательный этап монтажа оборудования. Однако, то, что не успели выполнить в прошлом году, закончат в этом. С приходом лета в деревне установят два генератора и сделают разводку на каждый дом. Тогда керосиновые лампы и средства первой необходимости окончательно перейдут в разряд развлечений для местной детворы. Артур Харламов, Николай Крупченко. Новости сейчас.